Добрый день! Сегодня мы проведем видеорасклад на Таро, чтобы получить ответ на вопрос, что изменится в вашей жизни в день весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие является особенным временем в году, когда день и ночь равны по продолжительности, а природа пробуждается к жизни после зимнего сна. Это также может быть символическим временем для вашей личной жизни, когда вы можете ожидать изменений и новых начал. Используя карту Таро, мы можем получить интуитивное понимание того, какие изменения могут произойти в вашей жизни в это время и как вы можете использовать эти изменения в свою пользу. Давайте начнем! У нас с вами будет три позиции и после этого прогноз для знаков зодиака, что изменится в жизни каждого из знаков зодиака. Гадать я буду на Таро путешествия души и также у нас будут магические послания фей. Я сейчас три позиции буду выкладывать на этом Таро, а потом мы уже все будем докладывать. Итак, видите, колода с золотым краем. Очень она красивая, очень мне нравится. Давайте вот на ней и погадаем. Будем на ней гадать. Пока я перемешиваю карты, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать. Итак, сдвигаем три раза. И смотрим послание высших сил для тех, кто видео смотрит с самого начала. Тройка Пентаклей. Командная работа. Вместе с кем-то будете скоро что-то делать. Очень важное, очень нужное. Поддержка команды, поддержка окружающих людей вам обеспечены. Также на работе вас будут скоро хвалить, очень сильно уважать, рекомендовать кому-то, может быть, как специалиста. И, вероятно, премия или какие-то денежные поступления, прибавления. Вот, карта очень хорошая. Теперь посмотрим, какой из знаков зодиака самый счастливый сегодня. Кому скоро крупно повезет. Итак, эта дева, кстати, уже не первый раз, девам скоро крупно повезет. Радуйтесь, дорогие девы, вы счастливые. И, конечно, это будет связано с различными прекрасными событиями, которые скоро войдут в вашу жизнь. Может быть, вам признаются в любви, или вы будете выздоравливать, или, может быть, прибавятся деньги. У кого что. Но, в любом случае, карта, конечно, сразу же показала, да, что наши девы, наши девы сегодня на первом месте среди знаков зодиака. Итак, первая карта на позиции показывает, в каком аркане вы сегодня, как вы помните, уже ваша текущая жизненная ситуация. Упс, карты боролись за свое место на третьей позиции. Итак, первая позиция розовое сердечко, вторая позиция сиреневое сердечко, третья позиция желтое сердечко. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Второе путешествие души. Очень хорошая колода. Так, розовое сердечко. И первая карта показывает, в каком аркане вы живете. Вы сегодня у нас в карте пашкубков. Вы как будто бы сегодня витаете в облаках. Вы как будто бы испытываете либо какое-то новое увлечение, чувство кому-то, заинтересовались кем-то. Либо просто мечтаете, фантазируете о чем-то приятном для себя. Иногда карта показывает, что вы на пороге нового знакомства находитесь. Потому что сейчас вот какой-то такой период, что чуть-чуть все как-то замедлилось. Вы ощущаете уже вот такие токи в воздухе, но еще ничего не произошло. И вы ждете. А когда вот эта вот обстановка разрядится и произойдет то событие, которое вы притягиваете к себе? Мы видим здесь мальчика, он пускает в воздух мыльные пузыри. И эти пузыри, они красивые, очень красивые. Вот такое ощущение, что и вокруг вас происходит что-то красивое, чем вы можете полюбоваться. Жизнь может показаться вам более легкой, беззаботной, чем даже это было совсем недавно. И также вы можете быть в начале какого-то путешествия, события, работы, учебы, может быть. И чувствуете вот такое предвкушение, что как будет интересно. Есть у нас тут и птичка, а это значит, что вы можете получить в очень скором времени обнадеживающее сообщение или какую-то важную для вас положительную новость. В любом случае карта наивная, карта приятная. И значит человек вы сегодня вот такой вот наивный, приятный, ни с кем не спорящий, ни кричащий ни на кого, да? А скорее добрый такой вот прям. Если себя узнаете сегодня и сейчас, то мы идем дальше. Итак, какие возможности перед вами открывает день весеннего равноденствия? 21 марта, да? Какие возможности перед вами этот день открывает? Тут у нас с вами восьмерка мечей. Мы видим паутину и застрявшие в ней мечи. Вы знаете, паутина — это такой вот сакральный, магический, мистический, эзотерический символ, который говорит о том, что есть связь, связь как паутина между людьми. И многих вы можете чувствовать, ощущать, но, допустим, не знать, не видеть, что с человеком происходит, а именно ощущать. Вы можете с кем-то находиться на расстоянии, вы можете сейчас не общаться, но иметь энергоканал связи, иметь вот эти ниточки, которые всех вас соединяют, ну, людей каким-то образом дорогие друг другу или думающих друг о друге. И вот так же, как вас это что-то может заботить или вы ощущать это можете, так же и другие люди могут о вас что-то ощущать, когда вы им дороги, когда вы их интересуете в каком-то смысле. Они могут не общаться, но они могут думать о вас. И вот эта карта, она показывает соединение этой паутины. Она показывает, что на самом деле мы все едины, мы все объединены. У нас у всех есть энергоканалы связи и возможности для того, чтобы в любой момент соединиться, пообщаться. И на самом деле эти возможности не ограничены. Это мы их где-то в голове ограничиваем. Но на самом деле вот человек, с которым вы, допустим, давно не общались, он вполне в скором времени может с вами пообщаться. Просто вы себе, ну как будто бы не давали шанса для этого, понимаете? А весеннее равноденствие — это такой энергетически мощный день. И он вам открывает вот эту возможность понять и пообщаться с этим человеком. Я также вижу здесь, что вы более пессимистичны бываете по отношению к другим людям, которые вам интересны. И чем это должно быть? Негативные мысли мешают вам соединиться душевно, иметь хорошее отношение с этими людьми. Но на самом деле беспомощность должна пройти. Весеннее равноденствие даёт вам возможность, чтобы эта беспомощность прошла. И вы, наконец-то, раскрылись друг перед другом, раскрылись, пообщались и, наконец-то, смогли найти, как говорится, точки соприкосновения. Хорошо. А какие препятствия могут возникнуть перед вами в этот день? Пятёрка жезлов. Здесь скрестили палочки, но они соревнуются друг с другом. Препятствия в виде споров, конфликтов, соревнований. То есть, конечно, это будет не в сам этот день происходить, я вам тут уточняю. То есть, этот день является отправной точкой. Что изменится после дня весеннего равноденствия? Он как отправная точка. И вот препятствия для того, чтобы налаживать отношения с людьми, общаться, зарабатывать, улучшать даже своё здоровье, может быть, именно момент борьбы, момент противостояния, спора, конфликта. И я вам не советую ни с кем ни соревноваться, ни спорить, ни конфликтовать. Потому что на самом деле мы все едины, мы все одинаковые. У нас у всех душа одинаковая. Просто другие люди начинают, некоторые люди, да, начинают окрашивать одну душу в чёрный, другой душу в белый, третью душу в розовый цвет. Но на самом деле это неправда. Качество души у всех одинаковое. Она состоит, каждая душа из одной материи. Ну, энергии, да, вот этой энергии именно. Но проблема в том, что опыт у души у каждой разный. И, соответственно, раз опыт разный, вот и думается каждой душе по-своему насчёт другой души. Но если вы поймёте, что всё едино, вы не будете ни с кем соревноваться. Не будете думать, что вы хуже кого-то или лучше. Понимаете? Нужно просто быть добрее. И понимать, что на самом деле всё проще, гораздо проще. Хорошо. Какие изменения произойдут после дня весеннего равноденствия? И мы здесь видим карту пятёрка мечей. Вы знаете, пятёрка мечей, она, видите, она показывает здесь вот какое-то ненастье, да. Она показывает здесь, она, кстати, перевернулась у меня случайно. Она показывает здесь вот какую-то бурю, да, бурю, ненастье. Я бы даже сказала, что это какой-то ураган. И вы знаете, этот ураган иногда тоже бывает полезный. Он раскрывает суть каждого из нас. Он раскрывает намерения истины других людей. Он раскрывает планы других людей относительно нас. Вот проходят эти серые грозовые тучи, выступает солнце, всё хорошо. Но нужно как будто бы с кем-то пережить некий конфликт, нарушение коммуникации, спор, да. Идёт эмоциональное напряжение. После этого напряжения наступает момент победы. Понимаете? То есть иногда с людьми нужно слишком откровенно разговаривать, очень эмоционально для того, чтобы иметь возможности поменять между вами какую-то ситуацию, отношения. Иногда эти эмоции просто необходимы, чтобы проверить какие-то отношения, чтобы даже улучшить какие-то отношения. И изменения идут, конечно же, в взаимосвязи с кем-то. То есть после этого дня вы будете с кем-то гораздо-гораздо откровенней. После этого дня вы сможете, ну, с помощью пусть даже конфликта или спора, выяснить истинное отношение к себе и выяснить истинные мотивы человека. Понимаете? И общаться теперь вы будете более открыто, потому что данный спор, он вас проверит. И да, в этом споре вы будете победителем. То есть человеком, который в этом споре является, ну, что он прав. Понимаете? И, конечно, вам лучше бы быть откровенней с кем-то, кто вам дорог. Вам лучше бы поговорить. Это важно. Хорошо, давайте достанем послание фей. Что феюшки хотят вам сказать на день весеннего равноденствия? Сейчас я вытащу наших феюшек. Итак, перемешаем наших фей. Что они вам хотят сказать в день весеннего равноденствия? Что после дня весеннего равноденствия поменяется? Итак, у нас тут, значит, деловой риск. Поверьте в новую бизнес-идею или карьерную возможность и ухватитесь за нее. Ну, конечно, после дня весеннего равноденствия будут какие-то интересные идеи, возможности. Если вы начинаете, то у вас будет очень хорошая прибыль в будущем, большой успех в этом деле, в этом начинании. И я считаю, что, конечно, нужно заниматься, выкладывать силы, энергию, может быть, даже средства для того, чтобы это все пошло куда-то вперед и чтобы вы действительно стали более успешным человеком. Потому что, да, многие люди не верят в себя и не осуществляют те идеи, которые приходят им в голову, а потом жалеют об этом всю свою жизнь. Поэтому, чтобы не жалеть, вот чтобы не жалеть, естественно, вам нужно заняться тем, что у вас есть в голове или в сердце какая-то бизнес-идея, работа, творчество, которые могут принести вам хороший потом будущим заработок и популярность. Вот такая интересная у нас первая позиция. Не забывайте смотреть свой знак зодиака. А мы идем дальше. И у нас вторая позиция – это сиреневое сердечко. Такое красивое, да, сиреневое сердечко. И первая карта – в каком аркане вы сейчас живете? Вы сейчас в королеве Пентаклии живете. Мужчина вы или женщина – это не важно. Важно, что карта вот такая вот ровная, такая стабильная, хорошая, красивая. Она показывает приземленную, практичную женщину. Может быть, даже мать или главу семейства. И эта женщина умеет управлять, умеет что-то организовывать. Также эта карта показывает стабильную семью или хороший бизнес, работу. Человек сердечный, ценит радости жизни, любит делиться, допустим, своей энергией, своим богатством, своими какими-то идеями, может быть, с людьми, своим теплом. И, конечно, если вы мужчина, у вас может быть в сердце сейчас такая женщина, да, такая вот стабильная женщина, которая очень подходит для серьёзных отношений. Или женщина знака земли. Если вы женщина, у вас сейчас много земной энергии, энергии действительно материальной, да, такой вот, как сказать, материалистичности, когда вы заниматься готовы там семьёй, хозяйством, работой, то есть и зарабатывать деньги готовы, привлекать к себе в жизнь изобилие, процветание, физическое здоровье, отношения хорошие. И вы готовы понимать людей, вы готовы делать что-то для людей очень-очень хорошее и светлое в жизни. Ну, это очень хорошая карта покладистого, доброго человека. Но в то же время этот человек, конечно, очень опытный. И также в этой колоде, заметили, да, королева Пентакли, она очень-очень красивая. Может быть, вы очень красивая женщина на сегодняшний день, привлекательная для противоположного пола. Хорошо, давайте посмотрим, какие возможности откроются вам в день весеннего равноденствия и что после этого там будет хорошего, да. Ну, у нас тут восьмёрка Пентакли. Возможность работать, зарабатывать деньги, улучшить какое-то положение в работе, продвинуться по карьерной лестнице. Конечно, эта карта больше всего касается вашего рабочего места, бизнеса или там, ну, будущей работы, если вы ещё не работаете, или иногда учёбы. Преуспевание. Идёт преуспевание. Это ваша самая лучшая возможность. Вы уже зафиксированы на энергии Земли. И, ну, я считаю, что просто карта продолжает то, что вы начали сегодня. Конечно, день весеннего равноденствия даст вам мощный толчок, мощный пучок энергии, да, для того, чтобы вы осуществляли свои цели в работе, в бизнесе, в труде. И пойдёт много продуктивных идей, скорее всего, которые вы будете притворять в жизнь, ни за что уже не отступая. Вообще, и возможность трудиться, она не у каждого есть. Есть люди, которые физически не могут это делать. Даже если это сидячая работа. Многие болеют или ещё что-то. Если у вас есть такая возможность работать, я думаю, что вы уже счастливый человек. Помните об этом. Если вы видите, если вы слышите, если вы можете ходить, если у вас ничего не болит сегодня, вы счастливый человек, поверьте мне. Если у вас есть обоняние, осязание, руки работают. Потрясающе! Вы знаете, это можно понять только, когда у тебя этого нет. Когда у тебя это есть, ты не понимаешь, насколько ты на самом деле счастлив. Я всё время оцениваю положение в старости. Иногда у людей в старости пропадает, допустим, зрение или слух. И они много-много лет, иногда 20 лет, иногда 10 лет, живут без этого чего-то. Плюс наступает момент некой слабости, отсутствия энергии. И если сегодня и сейчас вы ещё не в этом положении, поверьте мне, вы очень счастливый человек. Очень. И старайтесь всегда сохранить ту способность, которая у вас есть, или те органы чувств, двигательные функции, которые у вас есть. Какие препятствия могут возникнуть после дня весеннего равноденствия? Туз жезлов. Туз жезлов – это очень большая инициатива, которая иногда бывает наказуема. Да, бывает такое, что есть продуктивные идеи, хорошая работа, и возможности в деньгах, в бизнесе. И ты там успешен, твоя инициатива там прекрасна, ты готов пробивать эту стену, готов работать, жить, всё. Но есть моменты, где твоя инициатива не нужна. Или она тебе вредит. Например, любовь, отношения. Препятствием может возникнуть и ваша инициатива к кому-то, например, в отношениях, в любви, в дружбе. Её проявлять не стоит, эту инициативу в личных отношениях, сейчас и после весеннего равноденствия дня, после 21 марта. Только потому, что вы всё испортить можете. То есть те, кто выбрал вторую позицию, старайтесь дождаться, когда к вам проявят инициативу, особенно в любви и дружбе, ну и вообще в любых личных взаимоотношениях, связях. Итак, что изменится после дня весеннего равноденствия? Какие изменения откроются в этот день? Двойка мечей. Ну, эта карта показывает перемену, опять же, в личных отношениях, где может наступить примирение, улучшение отношений, заключение каких-то договорённостей, даже контрактов может произойти, допустим, с крупным клиентом. Также перемирие с конкурентами, тоже вариант, или с соперниками, в чём бы то ни было. Двойка мечей. Карта неплохая, она всегда показывает момент выбора, определённости. Вот вы сделали свой выбор, вы определились, да, и дальше вы можете уже идти свободно, потому что, наконец-то, этот момент определённости настал, и больше выбирать не из чего, мучиться не над чем, и вы уже спокойны, да. Вот. Сначала она показывает некоторую вашу закрытость внешнего мира, потому что вы в этом выборе находитесь, а потом, когда вы определились, наконец-то руки развязаны, и глаза тоже. Карта показывает, что придёт после, как раз-таки, дня весеннего равноденствия, достаточной информации о чём-то, и этой информации будет, наконец-то, хватать для вынесения некого решения, допустим, по вам. Если не вы выносите это решение, то это решение могут выносить кто-то, какие-нибудь государственные органы или ещё что-то по вам. Вот. Вот, наконец-то будет всего достаточно, там документов достаточно, и по вам вынесется это решение, либо вы вынесете какое-то решение. Итак, давайте посмотрим, что вам феюшки хотят сказать, что там ещё изменится в этот день интересный. Духовный учитель. Ваша цель в жизни включает обучение других людей целительству и духовности. неплохо для королевы Пентакли, потому что она действительно обладает даром учителя, и вы, правда, на сегодня и сейчас очень зрелый человек, стабильный, хороший, добрый, покладистый, и тот, кто, правда, может быть для многих учителем. И нужно тогда посвятить этому время, а может быть, вы и правда, какие изменения вас ждут, начнёте посвящать этому время, и также, может быть, уделите время целительству, ну, то есть, может быть, у вас есть такая, ну, как дар такой, да, дар целителя, поэтому вы можете уделять этому вот дару, его развитию, время. Вот. И не забывайте смотреть свой знак зодиака. А мы идём уже с вами к третьей позиции. Третья позиция, что изменится в день весеннего равноденствия, 21 марта. И, значит, наше жёлтое сердечко. И первая карта, в каком аркане вы сейчас живёте. В больничной палатке. Девятка жезлов. Ну, вы знаете, человек здесь напрямую может быть в больничной палатке как пациент или как доктор. Но вы тогда об этом должны знать, естественно. Медсестра вы, или доктор, или ветеринар, или связанный с медициной, фармакологией, фармацевтикой, да. Либо вы пациент. Ну, то есть человек, который обращается к доктору сегодня, сейчас, там, или в последнее время. Ходит по врачам, что-то спрашивает. Также девятка жезлов, она показывает, ну, вот как выяснение какое-то идёт. То есть идёт вопрос и ответ, вопрос и ответ. Вот так. И вы должны это выяснить, узнать, понять, вот, получить ответы на свои какие-то заданные вопросы, как на консультации. Только бывает консультация с доктором, и бывает консультация с Богом, да. То есть вы задаёте этому миру некие вопросы, и мир должен вам ответить, почему, за что, зачем, что происходит, почему всё не так, как я хочу. Вы получили в жизни большой опыт, вы одиночка, вы человек, у которого есть прошлые травмы, и также вы не очень любите общество других людей, и не очень подпускаете к себе на сегодняшний день, не доверяете людям. Однако есть извлечённые уроки, с прошлого опыта, вы хорошо подготовлены к тому, чтобы встречать любые препятствия. И, конечно, у вас есть какая-то проблема, которую нужно решить, и вы готовы стоять до конца, бороться, чтобы решить вот эту проблему. То есть, вот вы сегодня в таком вот положении находитесь, из себя узнаёте, идём дальше. Какие возможности у вас откроются в день весеннего равноденствия? А тут у нас с вами шестёрка пентаклей, возможности что-то получать. Ну, например, получать какие-то деньги, выплаты, чью-то помощь получать, поддержку, лекарства, там, материальные средства, просто моральную поддержку, работу получить. Вот у кого чего не хватает на самом деле, да? Может, у вас вещи какой-то не хватает, тогда вам могут её подарить или там купить. Может, близкий человек, да, хочет что-то купить. Но в любом случае вам дают какие-то либо материальные средства, либо деньги. Вот прям протягивают вот тебе твоя возможность. держи, да, или вот тебе хороший контракт на работе, там, допустим, или на какую-то деятельность, договор, да, чтобы всё, теперь ты можешь это делать, работать. Вообще, шестёрка пентаклей, карта очень хорошая, она даёт вам энергию и деньги по справедливости. Ну, то есть, то, что вы заслужили в жизни. А заслужить вы заслужили, действительно много вложенной энергии в девятки жезлов есть. То есть, вы до этого уже подготовились. И вот день весеннего равноденствия переламывает эту ситуацию, куда вы вкладывали силы. И, наконец-то, всё идёт именно в вашу пользу и никак иначе. Хорошо, а какие препятствия могут возникнуть? И тут у нас с вами восьмёрка кубков. Вы знаете, препятствие может быть в виде некой дороги, расстояния. То есть, вам куда-то, говорят, ехать надо. Вот это действительно препятствие. И оно здесь, из всех возможных по этой карте, самое серьёзное. Также препятствие может быть какие-то, как, ну, не знаю, климатические условия. Потом, значит, бессонница мешает работать, да. Потом ещё, знаете, что ощущение, что ты где-то не там и на своём месте. И ты ищешь себя, продолжаешь себя искать до самого конца. То есть, искать, где ты счастлив, да. Вот тебе предложили работу, а ты всё равно ощущаешь, что-то здесь не так или недоверие ощущаешь. И пока не расслабишься, ничего не получится. То есть, нужно всё равно тогда двигаться к тому, чтобы, там, не знаю, расслабиться или получить то место, которое действительно хочешь. Восьмёрка кубков может ещё показывать препятствие в виде того, что кто-то куда-то ушёл, уехал, и нужно подождать. Но это тогда недолгое препятствие, которое решится с помощью того, что этот человек вернётся оттуда, куда он и уезжал. Или там на больничном кто-то, допустим, какой-то служащий. Хорошо. Теперь смотрим изменения, которые наступят в день весеннего равноденствия и будут уже исполняться после него. Изменения, которые вас ждут, это колесо фортуны. А это значит, что изменения в вашей жизни будут кардинальные. Совершенно точно. То есть, это уже какие-то крупные изменения, которые показываются. Первое изменение по колесу фортуны, какое может быть, это переезд. Переезд с одного места на другое. Ну, то есть, переехали в другую квартиру, дом, в другой город, в другую страну. Это самое главное изменение, которое действительно запускается после дня весеннего равноденствия в вашей жизни. Также это может быть смена кардинальная в личной жизни, положение в личной жизни. Допустим, с одиночества на пару. Смена места работы, но именно в лучшую сторону. Вообще колесо всегда говорит о том, что вам в чем-то крупно повезет, что удача на вашей стороне и то, что судьба меняет жизнь в вашу лучшую сторону, то есть, поворачивается к вам лицом, на самом деле лицом, поэтому вам тут нужно радоваться. Но кувырок будет серьезный, то есть, вы будете очень удивлены чему-то. Тем переменам, которые наступили, они будут резкие, они будут неожиданные, этому вы будете очень удивляться. Ну и положительные именно перемены. Хорошо, смотрим теперь, что скажут вам феюшки. Так, мы здесь видим доисполнение желания рукой подать. Сохраняйте веру, потому что все работает на вас. Ну да, действительно, эта карта очень такая хорошая. Она говорит, что какие-то желания ваши скоро исполнятся. Вот такие еще изменения идут в день весеннего равноденствия. Вот после этого дня, получается, будет все исполняться, и наконец-то все на вас работает, все улучшается. Плюс рядом колесо, которое это доказывает. Поэтому действительно все меняется и меняется на весну, как говорят. Радуйтесь весеннему солнышку, природе, погоде, цветам. Вот. И расслабьтесь наконец-то, потому что вы слишком напряжены. И не забывайте смотреть свой знак зодиака. А мы идем с вами дальше. У нас тут мопс-скулюн образовался. Мопс-скулюн. Ты же видишь, что дверь открыта? Ну, почему ты боишься идти? Так, давайте смотреть, что у нас изменится для знаков зодиака в день весеннего равноденствия. Первый знак зодиака это у нас, как всегда, овен. Овен. Что изменится у овна в день весеннего равноденствия. Мы достанем одну карту из вот этой вот красивой розово-золотой колоды. Путешествие души, да. И тут у нас при слове путешествие достается шестерка мечей, которая показывает путешествие, дорогие овны. И, значит, теперь мы достаем из колоды феечек вам карту. И тут у нас, значит, еще одна карта. Я ее зачитаю позже. Давайте начнем с нашей шестерки мечей. Смотрите, естественно, может быть путешествие куда-то, поездка, переезд, командировка, дорога. Ну и также могут приезжать к вам гости, дорогие овны. Также карта показывает медленный выход из кризиса, из какого-то негативного положения. Карта может говорить, что решится какая-то проблема плавно, не битьем, а катанем, или как это сказать, не мытьем, а катанем. Не помню, как, короче, эту поговорку. Ну, в общем, нужно как-то плавно, вот что-то решится, но вот оно как-то раз, так и тихонечко решилось. Вот без каких-то напоров, наплывов, каких-то ураганов, как вы привыкли, дорогие овны. А тихонечко, вот так медленно, раз и вышли из проблемы, раз и нет никакой трудности, которая вас беспокоила. А вторая карта пусть будет, что будет. Не пытайтесь контролировать ситуацию, ваша освобожденная энергия быстро притянет желаемое. Ну, вот примерно то же самое, что и шестерка мечей. То есть вам не надо напрягаться, как-то так решаться ваши проблемы, дорогие овны, как-то сами это все, да. И просто, ну, расслабьтесь и не падьтесь. Ну, вот такая у нас позиция по овнам. Позиция по овнам и мопс скулежник, да. Сейчас я его, подождите, сейчас, минуточку. Тельцам придется подождать. Я этого сейчас мопса вытурила. Да? Вытурила мопса. Мопса скулежника. Итак, следующий знак зодиака это телец. Дорогие тельцы, давайте посмотрим, что изменится в вашей жизни в день весеннего равноденствия. Ну, то есть не в сам этот день, а какие перемены запустит этот день в вашей жизни, да. Какие перемены запустит этот день. Ух ты! Дорогие тельцы, двоечка кубков вам выпала. Так, а феюшки что тут скажут? Ага, я потом зачитаю. Давайте сначала нашу двойку кубков рассматривать. Итак, возможно, вам признаются в любви или вы наладите отношения с любимым человеком. Одинокие тельцы обязательно встретят свою вторую половинку в скором времени. После дня весеннего равноденствия, после 21 марта готовьтесь, у вас будет успех в любви. Будет очень хорошая любовная жизненная обстановка. Будут свидания, будут подарки, будут хорошие слова, комплименты, цветы, совместные поездки, конфетно-букетный период, когда люди кино вместе смотрят, ходят куда-то, дарят друг другу маленькие сердечки. Вы представляете тельцы, какой у вас радостный период в жизни наступает? все будет так миленько, так прям нежненько, так ванильненько. И вторую карту смотрим. У нас тут значит просите то, чего хотите, дорогие тельцы. Позвольте вселенной и людям узнать, что вам нужно. Осуществите желание вселенной, скажите вслух дома, может быть куда-то, не знаю, в окно, в воздух, то, что вы хотите в жизни. Отчего вы будете счастливы? И естественно, естественно, у вас все сбудется. Вселенная решила вас услышать. Вот так, дорогие тельцы. А мы идем дальше к близнецам. Так, близнецам ему скулежник вернулся. Представляете? Пнул дверь мне, значит, и зашел с ноги. Как будто бы он и не просился минуту назад выйти отсюда. Итак, близнецы. Дорогие близнецы, давайте посмотрим, какие перемены запустит в вашей жизни день весеннего равноденствия. Какие изменения он запустит в вашей жизни? Тут у нас, значит, король кубков. Представляете, дорогие близнецы, что мужчина какой-то выпал. Интересный мужчина. Так, и что у нас феечки скажут? Я сразу зачитывать не буду, пусть лежит, да? Так, пусть лежит. Давайте смотреть на нашего короля. Значит, дорогие близнецы, возможно, если вы женщины, вам можно будет уже скоро пообщаться с мужчиной, который в вас влюблён, и он будет всячески улучшать с вами отношения, что-то дарить, что-то предлагать, говорить хорошие слова, звать на свидание. В общем, у вас будет центральная мужская фигура в жизни, а если вы мужчины, близнецы, ну вы кому-то будете неровно дышать, кстати, взаимно, и у вас будет успех в личной жизни, будут свидания, вы будете приглашать, и дама будет согласна на то, чтобы с вами пойти куда-то, да, и чтобы принять ваше ухаживание, и будет в ответ говорить что-то тёплое и светлое. Вообще, король кубков также может указывать, что будут какие-то весёлые кампании, праздники, дружеские посиделки, за бутылкой вина, может быть, то есть вот такой какой-то радостный действительно период в жизни, период дружбы, период любви, период весны, весны, самые настоящие. Ну и вторая карта у нас тут это исцеление, исцелённый целитель. Целительная энергия окружает вас и ситуацию. Вот так, дорогие близнецы, если вы вдруг болеете или у вас болит душа или у вас какая-то травма психологическая, скоро вы получите исцеление, а может быть исцелятся какие-то ваши отношения или ваш денежный канал, если этого требует ситуация. И ещё даже близкие люди могут исцеляться, если вы за них молитесь. Поэтому карта прям очень светлая и хорошая. Ну вот такой ответ близнецам. А мы идём с вами дальше. Слышите чавк какой стоит. Надо вот раки, дорогие раки. Какие перемены в вашей жизни запустить день весеннего равноденствия? равноденствия. Король Пентаклей. Ничего себе! Короли пошли! Так, и что у нас феюшки скажут? Хорошо. Так, начнём с короля. Дорогие раки, если вы женщина, у вас будет вот такой красивый богатый мужчина, который будет вам что-то предлагать или говорить хорошие вещи про вас или звать куда-то на свидание, дарить дорогие подарки. Если вы мужчина, рак, у вас явно прибавится в деньгах. Кстати, для женщин это тоже карта показательная, она всегда говорит о богатстве, процветании, о том, что может измениться в лучшую сторону, ваше финансовое положение, или вы можете получать очень дорогие вещи в подарок. Также дорогие раки, это карта улучшения семейного положения. Если вы в этом нуждаетесь, может быть, вы женитесь в скором времени или выйдете замуж. И еще карта карьерного роста. Вы можете повышаться по службе, или ваш бизнес может начать процветать в скором времени. феюшки. Пожалуйста, потерпите, говорят феюшки. То, о чем вы просите, скоро произойдет. Потерпите немного, потому что сначала нужно провести невидимые подготовительные работы. Так вот, процесс запускается 21 марта, а потом произойдут невидимые подготовительные работы, и все, что вы просите, сбудется, дорогие раки. Ну, вот такой ответ дали карты ракам. А мы идем дальше, значит. Мы идем дальше, и следующий у нас знак зодиака, это лев. Ищем нашего льва, да? Львы, львы, дорогие львы. Давайте смотреть, какие перемены в вашей жизни запустит день весеннего равноденствия. Сейчас все узнаем про вас. И мы видим здесь королеву кубков. А феюшки что скажут? У нас еще одна карта, прочитаю потом. Итак, королева кубков. Во-первых, дорогие львы, вы можете хорошеть с собой, ну, то есть улучшается внешность, здоровье, самочувствие, ощущается гармония внутренняя, ощущение, знаете, такое вот как весны любви внутри и эмпатия, то есть вы больше понимаете окружающих людей, вы чувствуете их настроение, вы ощущаете, что они ощущают, и вы начинаете осознавать, как вам лучше поступать в жизни. Также, дорогие львы, если вы мужчины, у вас будет вот такая дама красивая, может быть блондинка, умная, приятная женщина, заботливая, добрая, и вас она будет любить. Конечно же, она будет уделять вам свое нежное внимание. Вы можете приглашать ее, и она с вами пойдет. И вообще это такой период конфетно-букетный, как говорят, романтичный период в жизни. Если вы женщина-лев, кто-то вас будет любить, кто-то вас будет обихаживать. Вообще вы очень будете привлекательны для противоположного пола. Вот у вас реально наступает весна, дорогие львы. Тем более, что мы видим здесь карту сила цветов, которая гласит проводите время среди цветов и их ароматов, чтобы усилить свои целительские способности. Поэтому, дорогие львы, вы больше после 21 марта будете проводить время среди цветов. Представляете? А еще, возможно, кто-то будет выздоравливать либо вы, либо ваше окружение. А может быть выздоровеют какие-то любовные отношения или даже ваш денежный канал исцелится под влиянием вот этой благотворной энергии. Ну, вот такой интересный ответ для львов. А мы идем дальше. И следующий знак зодиака у нас это дева. Счастливый знак зодиака, да? Итак, дорогие девы, какие перемены будут запущены в вашей жизни в день весеннего равноденствия? Давайте узнаем. И у нас тут император. Ну, ничего себе, дорогие девы, какая карта вам выпала? Так, и от феевших достанем послание для вас. И у нас тут, значит, потом, потом будем это обсуждать. Давайте начнем с императором. Во-первых, император это какое-то главенствующее положение в жизни дев, сильный успех в работе, в труде, продвижении по службе или построение какого-то очень хорошего бизнеса, который приносить будет огромные доходы. Также вообще сама по себе карта богатства и процветания, очень прочного положения финансового в жизни и подъема по социальной лестнице. Еще в жизни дев может играть роль какой-то представительный мужчина, который все порешает, который может избавлять от проблем, трудностей, даже если вы мужчина-дева, и может быть включится какой-нибудь политик, начальник, бизнесмен, который действительно поможет решить какой-то большой трудный вопрос. То есть бывает такое. Ну и конечно для многих женщин-дев император означает, что вы соедините свою жизнь с очень богатым, воспитанным, приятным мужчиной, с кем у вас могут быть очень долгие, прочные отношения, и который действительно возьмет ответственность за вас. А это для дев очень важно. И когти мои. Так, долг погашен, говорят феи. Старые грузы, привычка чувствовать себя в долгу, вас больше не обременяют. Но больше всего эта карта, конечно, показывает, рассказывает, что после дня весеннего равноденствия 21 марта у вас запускается какой-то процесс, дорогие девы, который обеспечит избавление от долгов, кредитов, ипотек, всего такого прочего. И, конечно, решаются ваши финансовые проблемы. Кстати, этот мужчина вполне может порешать эти проблемы или избавить вас от долгов, что очень-очень важно. А бывает, что у человека есть кармический долг, долг перед кем-то, долг судьбы, долг, допустим, гражданский, перед кем-то, перед родителями, перед бабушками, перед дедушками. Вот что-то у вас еще может быть такое погашено. Вот перед кем-то вы все, вот у вас нет никакого долга. Вы погасили, и вам не требуется что-то там отрабатывать. Ну, такой интересный ответ. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас это весы. Итак, дорогие весы, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены вашей жизни после дня весеннего равноденствия. Извиняюсь, после 21 марта нашумело немножко, да? Ух ты, ух ты, ух ты, какая красота, дорогие весы. Десятка пентаклей. Это очень хорошая карта. Так, и вторая карта от феи у нас. Прочитаю потом. Итак, мы начнем с десятки пентаклей. Какие перемены будут запущены, да? То есть идет у нас карта богатства, процветания, стабильного финансового положения в жизни. И больше всего, что поменяется у весов, это прибавится, конечно, финансов в деньгах. То есть у вас, наконец-то, улучшается, вот прям очень сильно хорошо работает денежный канал, улучшается финансовое положение, и даже если вы были богаты, вы будете еще богаче, еще больше богаты. Также может решаться вопрос с недвижимостью или с покупкой недвижимости земли, квартиры, там, не знаю, еще чего-то крупного. И семейные вопросы могут решаться в лучшую сторону. Вы можете налаживать все семейные такие отношения, решать семейные дела, семейные проблемы. Это все будет решаться гораздо легче. И, соответственно, наступит момент гармонии и счастья в вашей семье, дорогие весы. Ну и следующая карта у нас это зима. Ответы на молитвы и афирмации полностью реализуются в зимние месяцы. Вот интересно. Карта может показывать, что у вас есть какое-то очень крупное дело, которое так просто не решишь за пять минут, дорогие весы. И если вот сейчас вы что-то просите, запускается процесс перемен после дня весеннего равноденствия, и к зиме это будет готово. то есть зимой это уже все исполнится. Может что-то кардинальное такое, мощное. Потом значит могут быть роды в зимние месяцы, например, беременность сейчас, а роды зимой. вот. И также по карте зима может быть кто-то, кто исполнит ваши желания, какие-то ваши просьбы, ваши молитвы, но этот человек родился зимой, ну то есть у него зимой день рождения просто, да, вот, когда снег лежит, вот зимой у него день рождения. Ну вот такой интересный ответ. Следующий у нас знак зодиака это скорпион. Дорогие скорпионы, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены в вашей жизни после дня весеннего равноденствия, после 21 марта. Итак, давайте смотреть. Тут у нас значит с вами четверка мечей. Эта перемена касается вашего отдыха, да, то есть сразу видно, что раньше у вас не было возможности съездить куда-то отдохнуть, сказали карты, а теперь будет дорогие скорпионы. Возможно вы мечтали отправиться в какую-нибудь тропическую страну или жаркую, или там отдохнуть у моря, или куда-то съездить тогда, чтобы вам нравилось куда-то съездить, и вы бы там расслабились, жили бы в красивом отеле, чтобы у вас там все было романтично, приятно, вот понимаете, и тут же я достаю эту карту отдых, поэтому долгожданный отдых вас ждет, дорогие скорпионы. Давайте прочитаем. Чтобы получить ответ, отправьтесь в отпуск на занятия йогой или проведите выходные на природе. Вот раньше, видимо, не было такой возможности, дорогие скорпионы, куда-то ездить, отдыхать, проводить время на природе, заниматься, чем вы хотите. А сейчас у вас будет это время отдохнуть и порадоваться. Вот, кстати, прямо сейчас вспомнила, вот у меня муж скорпион, и у него в начале апреля будут небольшие каникулы от учебы, представляете? Поэтому совпадает, 100% совпадает. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Следующий знак зодиака у нас с вами это стрелец. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены после дня весеннего равноденствия. Изменения вашей жизни, да? Тут у нас стройка Пентаклей. Она, между прочим, выпадала сегодня как послание высших сил. Так, и теперь феюшки. Достаем от феюшек карту, оставляем. И начну я с стройки Пентаклей. Конечно же, высшие силы посылают вам улучшение финансового положения, но с помощью ваших каких-то профессиональных качеств или вашего творчества. Также вы будете с кем-то, дорогие стрельцы, работать в команде. И эта команда будет слаженной. Люди будут понимать друг друга, ценить друг друга. и это будет хороший союз. Может быть, сотрудничество довольно выгодное или вам предложат хорошее место работы или учебы. Еще тройка Пентаклей показывает, что вы работаете, засучив рукава над каким-то проектом, который действительно будет успешен, и вы добьетесь как славы, известности, популярности, так и, естественно, богатства, денег. А еще тройка Пентаклей запускает процессы в личной жизни. И, естественно, она может приводить к официальному браку в будущем. То есть, это могут быть очень продуктивные, хорошие такие отношения, крепкие. Или вы в такие вступите, или вы в таких уже есть, но они укрепляются в скором будущем. Хорошо. И следующая карта у нас «Будьте собой». Вам нужно сохранить свое подлинное «я», основу вашей силы. Ну, дорогие стрельцы, вот действительно, у вас есть вот это подлинное «я». Вам очень сложно с ним в жизни определиться, но когда вы уже определились, никогда его не отпускайте. То есть, это правда, вы должны понимать всегда, кто вы, что вы, потому что это самый неопределенный из всех знаков зодиака. И когда вы находите свое место в этом мире, ни за что не отдавайте его, если вы счастливы. Ну, такой интересный ответ. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас «козерог». Дорогие козероги, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены в вашей жизни после дня весеннего равноденствия. И мы здесь видим карту «четверка пентаклей». Так, и дальше. Дальше у нас, значит, феюшки. Феюшки. Ого! Я начну с четверки. Карта, кстати, очень похожа на нашу карту «свадьба», потому что накрыт стол, заметьте, да, и сияет небо. Но все-таки тут идет процесс именно стабилизации и безопасности, вот как хорошая основа для чего-то. Дорогие козероги, деньги вам, конечно, лучше не тратить, а придержать, копить, зарабатывать больше, да, и все складывать. А в остальном у вас будет именно такое прочное жизненное положение, то есть упрочение ваше как в личной жизни, так и в обществе, так и по здоровью, так и по финансам. То есть будут какие-то равнозначные, допустим, по финансам поступления ежемесячные. Мы понимаем, что карта говорит о ровной, хорошей жизни, и она показывает, что у вас будет всего достаточно, то есть вы не будете вот так вот жить на волнах, на качелях, а вам будет всего достаточно в жизни. Ну и вторая карта показывает свадьбу. Феи желают вам большого семейного счастья. Если вы уже замужем или женаты, дорогие козероги, то карта просто говорит о том, что у вас будет успех в любви, в личной жизни. Ну и также, конечно, вас могут пригласить на чью-то свадьбу, если не вашу. Либо вы сами будете выходить замуж, жениться, либо кто-то из ваших близких, и вам нужно будет ехать или идти на свадьбу, поздравлять, радоваться, быть счастливым за кого-то, кого вы любите. Ну вот такой интересный ответ на самом деле. И вообще вот эта карта, она еще как будто напоминает мне момент какого-то подарка, да, или приготовленного романтического свидания, ужина и так далее. Ну вот интересная карта, правда интересная. А мы идем к водолеям. Дорогие водолеи, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены в день весеннего равноденствия вашей жизни. И я здесь вижу карту смерть. Карта 13 аркана она всегда показывает, во-первых, человека со знаком зодиака скорпиона, который вдруг может нагрянуть вашу жизнь и что-то в ней поменять и начать перекувыркнуть, да, а во-вторых, она может показывать перерождение, ну то есть что-то заканчивается, вот один этап жизни и начинается совершенно другой. И вот вам как протягивается рука, пошли в новую жизнь, новую дверь, да, то есть дорогие водолеи, это всё очень интересно на самом деле, потому что вот что-то начнётся совершенно с нуля, совершенно с нуля, вот как будто бы раз и новое рождение какое-то. Ну и следующую карту мы видим, карту сын, да, которая показывает, ваш сын исследует свой мир, находясь под присмотром и защитой. Если у вас нет сына, вот есть в этих картах, да, такое, что выпадает сын, выпадает дочь, и вы скажете, а у меня нет сына, да, то есть многие водолеи так скажут. Если у вас нет сына, эта карта показывает, во-первых, что у вас может родиться сын в будущем или внук, например, да, то есть сын вашей там дочери или вашего сына. И также, допустим, если вы молоды, если у вас маленький ребёнок, и это мальчик, да, то, конечно, могут быть какие-то изменения в лучшую сторону в жизни этого ребёнка или изменения в вашей жизни, связанные с вашим ребёнком. Ну, то есть, естественно, в лучшую сторону, потому что это карта действительно благословения и защиты. И она говорит о том, что, ну, допустим, у ребёнка могут быть успехи, да, в учёбе, там, может быть, если это взрослый ребёнок в работе, может быть, у вашего сына рождается сын, как я уже говорила, или у вашей дочери, и вы радуетесь, вы счастливы, вы поздравляете, да. То есть, дорогие водолеи, вам тут нужно как-то вертеть вот, ну, значение этой карты, потому что карты, они не бывают так, что говорят всё прямо и всё. То есть у них есть и какие-то ещё вот, как говорится, значения такие немножечко о которых нужно догадываться, да, догадываться. Вот, поэтому здесь идёт какое-то вот благословение, связанное с ребёнком. Ну, это интересно, вот такой ответ. А мы идём дальше. И следующий знак звяка у нас рыбы. Дорогие рыбы, давайте посмотрим, какие перемены будут запущены в вашей жизни в день весеннего равноденствия. Итак, в день весеннего равноденствия у нас тут упала карта девятка мечей, но она вот тут немножко другая, да, в этой колоде она такая необычная, каруселька. Вот, и следующую карту достаем сразу же. Следующая карта у нас это от фей. Я потом зачитаю. Давайте начнём с нашей карусели. Мы здесь видим звёздную ночь, мы здесь видим карусель. И вот знаете, всегда напоминает эта карусель, да, что люди попали на какое-то мистическое свидание. Вот такое чувство, что, дорогие рыбы, у вас будут совершенно необычные отношения с кем-то и гуляние под луной, под звёздным небом, рассматривание вместе звёзд или даже человек, который связан со звёздами. то есть вместе изучаете, там, не знаю, астрологию, эзотерику, гороскопы, и есть о чём поговорить. Вот о какой-то мистике будете разговаривать с этим человеком. Естественно, это меняет вашу жизнь, потому что расширяет кругозор, да, и просто есть человек, с которым интересно и с которым есть о чём поговорить в жизни. То есть не только там о хлебе, о нарядах или ещё о чём-нибудь, о машинах, а именно о том сакральном, о том интересном, что есть в нашей жизни такого потустороннего, да. То есть, может быть, вы будете даже обсуждать какие-то, странные, страшные, мистические истории, но вам будет очень-очень весело от этого и интересно. Ну и следующая карта, ваше желание исполняется, дорогие рыбы. То, о чём вы просили, происходит. И вот это прекрасно, потому что какое-то у вас было заветное желание, какое-то интересное желание, которое вы очень хотели осуществить в жизни, и день весеннего равноденствия запускает этот процесс, и это желание у вас исполнится в очень скором времени. Поэтому готовьтесь к волшебству и готовьтесь к тому, чтобы гулять под звёздами, дорогие рыбы. Ну вот такой у нас сегодня был интересный расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч.